Жителям Трамагана в Сургутском районе приходится пить воду из реки. Водоразборная колонка, которая установлена в поселении, постоянно промерзает. Проблема серьезная и таких у сельских жителей много. Как их решить? Глава муниципалитета приехал на встречу с трамаганцами. Подробности далее. Сказали, что колонка заработала якобы. Ну, давайте все. Вот сюда бросать монетку. Так. И нажимаем спуск. Хорошо. А радости на лице ни на глотких так и не появилось. Вот уже год эта колонка работает с постоянными перебоями. Несколько дней в неделю может и вовсе не выдавать ни капли. И тогда жителям села приходится набирать воду в реке Трамаган, иначе не выжить. У автоматизированной установки есть и ограничения по количеству забора жидкости. Максимум можно налить за раз до 5 литров. Когда на семью нужны сотни. А она перемерзать будет все время. Она в прошлом году перемерзала постоянно. И мучения. Самое настоящее мучение. Мы приезжаем на машинах. Бензин тратим раз. Стоим на холоде два. Ну ладно. Уже мы согласны. Ну дайте нам хоть, чтобы мы налили сразу, сколько нам надо воды и уехали. Мы же мерзнем здесь. Вот, посмотрите, тут же лес. Ветра север. Чтобы донести о своей проблеме чиновникам, жители Трамагана не стали писать жалобы, а позвали их на разговор к себе в село. В мэрии пообещали разобраться в ближайшее время. Колонка работает по заводским настройкам. То есть выдаёт всю возможную мощность. Вот и сейчас рассматривают вариант замены, ну, тот будет в большем районе, чтобы вода поступала более быстро. Ну, когда это будет сделано? В течение месяца. Но это не единственная проблема в селе. В ФАПе нет лекарств, нет магазина и дорог. Дороги у нас нет. На набережной частично, с правой стороны, там три дома у нас. И нет на Рябиновой, вообще там песчаная. Как бы в своё время её просто выровняли, отсыпали, чтобы грунтовой воды не были. Но сейчас бы, конечно, хотелось задать вопрос, возможно ли вообще там асфальтировать или сделать капитальную дорогу. Везде взрослые люди. Иногда бывает, когда даже здесь лягать, ну, тяжело выехать. А на набережной там у нас и мамаши с ребятишками маленькие. С дорогами вопрос остаётся открытым. Но вот торговую точку, скорее всего, откроют. Ведь сейчас жителям приходится ездить в соседние поселения. Ультьягун и Фёдоровский за продуктами. Попросили чиновников и от тёплой остановки. Её обещали поставить до конца года. Светлана Круковская, Никита Ручкин. Вести Югория. Сыргутский район.